Здравия вам всем желаю! Вы смотрите программу обзор позавчерашней прессы. Новое время 1902 год. Успехи телеграфирования без проводов. По уверениям Маркони недалеко уже то время, когда беспроволочный телеграф будет служить торговым целям и за небольшую плату можно будет сноситься с городами Америки. Маркони категорически отрицает весьма распространенное повсюду мнение, что известие, полученное через воздух, может быть перехвачено всяким, у кого только есть аппарат. Это возможно до известной степени лишь при условии, чтобы аппараты, отсылающие известие, и принимающие их были бы вполне согласованы. Русское слово 1908 года пишет о вздорожании продуктов. Статистическое отделение городской управы разработало для ежегодника Москвы небезынтересные данные, относящиеся к стоимости съестных припасов, различных продуктов и прочего. Эти данные дают возможность проследить колебания цен на эти продукты за 20 лет. В предлагаемой табличке мы приводим цифры стоимости этих продуктов на расстоянии 20 лет. Первая цифра относится к 1887 году, вторая к 1906 году. Мешок пшеничной муки стоил в 1887 году 12 рублей, а в 1905 11 рублей 2 копейки. Таким образом, здесь намечается чуть ли не единственное уменьшение стоимости из всего последующего списка продуктов и припасов. Мешок ржаной муки стоил 8 рублей 65 копеек, это в 1887 и 12 рублей 21 копейка в 1905. Соответственно, хлеба пшеничного пуд стоил 2 рубля 90 копеек и 2 рубля 50 копеек, а ржаного 90 копеек и рубль 23 копейки. Мясо 14 и 18 копеек, мясо второй сорт 11 и 14 копеек, телятина 20 и 26 копеек, куры 53 и 66 копеек, осетрина 42 и 50 копеек, севрюга 31 и 38 копеек, карась 18 и 35 копеек, молоко за ведро рубль 10 копеек и рубль 19 копеек. Масло сливочное 48 и 49 копеек, яйца за сотню 2 рубля 62 копейки, 2 рубля 99 копеек, капуста качанная 7 с половиной рублей, а, пардон, 7 с половиной копейки и 12 с половиной копеек, картофель мера 35 и 28 копеек, уменьшение. Сахар 5 рублей 34 копейки и 5 рублей 82 копейки, дрова 8 рублей 22 копейки и 9 рублей 50 копеек, и овес 63 и 74 копейки. Крупная партия леса продается на Днепре. Советская Россия 1992 года, только что созданный в Финляндии гражданский комитет за возвращение бывших финских территорий, отошедших после войны бывшему СССР, направил президента Майя на Ковиста обращение с призывом рассмотреть вопрос о возвращении Карельского перешейка при Ладожской Карелии и других районов, входящих ныне в состав России. Известие 1992 года. Больше половины израильтян за мир в обмен на землю. Большинство израильтян, 54%, поддерживают уход Израиля с оккупированных территорий на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, с тем, чтобы их стране был гарантирован мир, и арабо-израильский конфликт был урегулирован. Таков результат опроса общественного мнения, проведенного Институтом Дахав в Тель-Авиве. Глаз народа не услышан. Здравия вам всем желаю. Субтитры создавал DimaTorzok